Почти каждое торжественное мероприятие заканчивается праздничным салютом. Однако люди даже не задумываются, чем это может обернуться. Например, рядом может оказаться пожароопасный объект, как эта автозаправка. Примерно в 70 метрах от АЗС расположился ресторан. Почти каждые выходные посетители заведения запускают фейерверки. Об этом нам рассказали жители соседних домов. К шуму уже привыкли, беспокоят другое. Искры могут долететь до бензозаправки. По праздникам бывает, и так бывает. Даже в час ночи бывает. А постоянно. Здесь вот. Там же этот ресторан, что ли. Мало ли, что если бензозаправка рядом ведь. Однако сотрудники ресторана утверждают, что использовать пиротехнические изделия у них категорически запрещено. Как внутри здания, так и на территории. В нашем заведении, в ресторане и на территории нашего ресторана строго запрещено пускать какие-либо фейерверки. В самом ресторане нам даже нельзя пускать бенгальские огни. Можем просто на парковке сделать фаер-шоу. Также это и прописано у нас в меню. Использование как в ресторане, так и на территории заведения пиротехнических изделий, бенгальских огней, запуск фейерверков строго запрещено. Хоть и правила ресторана запрещают запуск салютов, уследить за всеми посетителями не удается. К тому же никакой закон эти люди не нарушает. Поскольку в требованиях пожарной безопасности использовать пиротехнику запрещено только непосредственно на территории самой АЗС. Тем не менее, сотрудники МЧС советуют перед запуском обязательно прочитать технику безопасности, которая написана на коробке изделия. Там должен быть указан радиус действия. Есть разные классы пиротехнических изделий. Первый, второй, третий. В зависимости от этих, от разброса именно искр, которые летят. А если уже разлет искр выходит радиус зоны большой и будет попадать искр и лететь именно на автозаправочную станцию, то, соответственно, запрещается пускать данные пиротехнические изделия. При необходимости, если будут зафиксированы такие факты, граждане могут обратиться для принятия соответствующих мер. Также, согласно требованиям, пиротехнические изделия нельзя использовать внутри помещений, на железных дорогах, крышах и балконах, на территориях ценных культурных объектов и заповедниках. Это еще не весь список. При несоблюдении техники безопасности нарушителей ждет не только административная ответственность, но и уголовная в случае чрезвычайных ситуаций. Кузень Мефтахова, Марина Чернышкова, телеканал «Нефтихим».